Я убрала, отодвинули мы кровать, потому что здесь прямо у меня вот тут стояло и на голову мне текло. Сейчас пенсионерка Татьяна Гурлёва вынуждена спать на кровати в центре комнаты. Это единственный сухой островок в её квартире, который не затопило во время сильных дождей. И таких подтопленных квартир, как у Татьяны, больше 30 в доме по улице Волгоградская, 82. Пострадали 4-й и 5-й этажи. В эту ночь, когда гроза-то была, там не то что лилось, я с часу до пяти тазик я убирала. Во-первых, я уже человек старый, залезть на стул не могу, да, мне тазик поставлю, моментально вода. Всё, я вылила, всё. В квартире Ирины Банщиковой с потолка продолжает даже сейчас капать вода, а сидит без электричества женщина с 23 мая. Тогда после первого дождя произошло короткое замыкание. За это время от стен отошли обои. Появился грибок. Семья Ирины вынуждена была переехать временно жить к родственникам. У младшего сына появилась аллергия. С тех пор, как сняли крышу, нашу квартиру топят. Ну, то есть, вот сейчас вы можете увидеть, да, что происходит вообще с квартирой. Вот, пожалуйста, все акты. По каждому нашему затоплению. У нас обесточена квартира, здесь у нас замкнуло. Жители всех пострадавших квартир вынуждены третий сутки не включать свет. Под потолком скопилась дождевая вода. И вся электропроводка промокла. С подоконника всё бежало, полотенца настелены. Вот эта стена вообще вся мокрая. Все полы мокрые. Стол, компьютер не работает, и стол весь разбух. Причиной такого масштабного потопа стал ремонт кровли. В начале мая подрядчик приступил к работам. Была снята кровля с одной половины дома, от первого до шестого подъезда. Но когда начались дожди, подрядчик частично постелил вот такой брезент, который с осадками не справляется. А случив все проблемы, в фонде капитального ремонта знают и сетут, что подрядчик, который приступил к ремонту, нарушил технологию работ. Его отстранили, и сегодня к работе приступила новая бригада. В этом случае подрядчик вроде бы натянул защитные тенты, полага, но вследствие, возможно, некачественного крепления, слабого контроля, допустился такой факт, что у нас произошло подтопление верхних этажей, даже частично четвертых этажей данных квартир. Конечно, сотрудники фонда выехали по данному адресу, провели обследование всех квартир, переговорили с жителями. То есть у нас есть сейчас понимание, сколько квартир пострадало от подтопления. Как заявили в фонде капитального ремонта, жильцам будут компенсированы затраты на ремонт затопленных квартир и приобретение новой техники и мебели, которая также пострадала от воды. Виктор Амзайкин, Константин Синицын. Новости. Сейчас.